Он рассказал, что в регионе намерены создать большую хоккейную школу. В высшей хоккейной лиге уже играет Краснодарский клуб «Кубань». В десяти районах края построены ледовые дворцы, где занимаются детские и юношеские команды. Своя большая ледовая арена есть в краевой столице. Мы по большому счету возрождаем сегодня хоккей. Стоит задача также создать команду уже на базе олимпийских объектов. Олимпийская ледовая арена, которая должен принадлежать клуб, безусловно. Создать команду КХЛ и выйти на уже совершенно другой уровень. То есть целую интегрированную систему, чтобы и юношеский хоккей, и детский, и, естественно, ВХЛ, КХЛ. А тем самым они должны привлечь огромное количество зрителей и болельщиков, которые уже полюбили именно Кубани. Это весь спорт вовниками. Поэтому я хочу сделать тебе предложение, именно стать генеральным менеджером наших команд, с учетом твоего опыта, знаний, любви к спорту и к хоккею. Большое спасибо за предложение, за доверие. Мне очень приятно то, что в первую очередь вы лично и край занимаетесь пропагандой спорта. Я знаю, у вас очень хорошие и футбольные команды, и волейбольные, и баскетбольные. И как хоккеисту мне очень приятно то, что вы строите дворцы, то, что вы собираетесь развивать хоккей в крае. Я знаю, как важно развивать детский спорт. И как вы сказали, что вы хотите создать не просто команду КХЛ, а целую структуру, где дети будут приходить с 6-7 лет и заниматься. Я думаю, что так все и получится, потому что с вашей поддержкой в Сочи будет достаточно сильная команда КХЛ, и будет великолепная структура спортивная, начиная от самых маленьких детей, от 6-7 лет, заканчивая спортом высшим достижением, которым будет являться команда КХЛ. Хорошо, я так понимаю, что предложение принимается? Принимается, спасибо за доверие. По рукам. Как отметил Александр Ткачев, имя легендарного хоккеиста Буре, который теперь возглавит хоккей в крае, вдохновит целое поколение кубанских мальчишек взять в руки клюшку и выйти на лед.